Может серебро и дороже золота, однако в данном случае бронза точно ничем ему не уступает. О том, почему достижения подопечных Елены Полухиной можно смело назвать очередным триумфом рубцовского баскетбола, расскажем прямо сейчас. В матче за бронзовые медали рубцовские баскетболистки встретились с командой из Смоленска. Противостояние было нешуточным. На большой перерыв команды ушли при счете 36-31 в пользу Смолян. Однако в третьем игровом отрезке рубцовчанки вырвались вперед 48-47. До конца схватки оставалось три минуты. Смоленская дружина отставала всего на три очка. Это невероятно, но подопечные Елены Полухиной не только не дрогнули, но и довели игру до победы. Когда мы заняли первое место в группе, мы уже, можно сказать, совершили невозможное. Но аппетит приходит во время еды. Я не рассчитывала изначально на высокий результат, когда мы поехали. Но по ходу игр и по виду у детей, что они уверены, настроены, готовы, уже были поставлены задачи на более высокие места. Конечно, хотелось бы поиграть за первое-второе место, но третья бронза, тяжелая, волевая бронза, она тоже достойна и первого места для нас. Трехочковый бросок. Это только со стороны. Кажется, нет ничего проще. Но стоит добавить к мастерству и уверенности щепотку волнения – все. Мяч сразу же перестает лететь в кольцо. Конкурс на точность таких бросков на проходившем в Ижевске суперфинале школьной баскетбольной лиге принес рубцовской баскетболистке Валерии Алабугиной титул лучшего снайпера турнира. Кстати, это она на пару с Анастасией Карпенко поставила точку в решающем поединке за бронзу. Ну, наверное, очень много тренировалась. Без тренировок бы ничего не получилось. Без тренировок не получится ничего. То есть надо постоянно отрабатывать, отрабатывать, чтобы все получалось. Мужской и женский баскетбол – как два полушария одной планеты. Планета одна, но проекции разные. У каждого, понятно, свои предпочтения, однако одно бесспорно – они друг друга стоят. Для кого как. Я люблю девочек, но мужской баскетбол уважаю. Тренеры, которые работают с командами юношей, они тоже женский баскетбол уважают, но им заниматься лучше с юношами. У нас разное взаимодействие. У юношей больше на физике, у девочек больше на тактике. Школьная баскетбольная лига, участие в которой принимает 85 регионов страны – это нереально круто. Если хотите, это первенство России среди школьников. Попасть в финал – значит пройти жесточайшее сито отбора и уже завоевать звание лучшего. Итоговый турнир нужен для того, чтобы определить лучших из лучших. Знаете, коленки у девчонок третьей рубцовской гимназии, может быть, и дрожали, но вряд ли кто-то это заметил. Мы очень обрадовались и так же переживали. На каждой игре было очень много зрителей. Это прям морально давило. Но когда выходишь на площадку и играешь, то все эти переживания пропадают. Дорогого стоит еще и тот факт, что это не сборная. Команда сформирована, по сути, из учеников одной школы рубцовской гимназии номер три. Шутки шутками, но будь у гимназии другой номер, например, второй или первый, мог ли финальный расклад оказаться иным? Занять третье место на всероссийских соревнованиях на базе одной школы – это очень высокий результат. У нас он был в Алтайском крае в 2013 году. Соловей Петр Павлович занимал третье место с гимназии номер восемь. И спустя 10 лет мы его повторили, этот результат. И кроме того, мы на Сибирском федеральном округе стали первыми. Такого еще на базе Алтайского края не было. Шесть матчей и одно единственное поражение в полуфинале от команды Свердловской области, которая в итоге, напомню, и завоевала главный трофей. Подытожу так. Чемпиону проиграть не стыдно. Ну а Рубцовск с незапамятных времен на баскетбольной карте страны найти куда проще, чем на географической.